Добрый день! Я записываю это видео для того, чтобы, как обычно, раскрыть вам всякие интересные моменты нашей работы. По мне обращаются все чаще и чаще, уже на протяжении многих лет, люди с разными вопросами. Мне это очень не лисит, потому что это внимание к нам, которое не с проста, а это благодаря нашей работе, я это понял. Потому что нравится она или не нравится, а все-таки очень много людей, которым она нравится. Это приятно нам, это благодарность для нас, потому что мы сами иногда не знаем, куда мы идем, но для нас это позитивный момент нашей работы. Потому что уже 20 лет этим занимаемся, и постоянно это сложно, это очень нелегко, это такой путь, который мы прошли совместно с командой, который я начал еще, живя в Бельгии, работая во Франции в основном. Это целый путь, который проходил через нелегкие моменты, когда мы поднимались буквально из-за того, что мы делали, это маленькие картинки. Потом я занимался декорациями в маленьких кафешках, дискотеках, потом пришлось работать в парках, потом в Диснеи, долгое время в таких довольно престижных, ну, в самых престижных парках Европы. Я с гордостью всегда говорю об этом, потому что для меня это очень важно, потому что до сих пор я с ними продолжаю общаться, и они меня зовут на работу к себе. Поэтому то, к чему мы пришли сейчас, это по-своему очень интересно, потому что мы работаем очень много в Украине. Моя новая команда уже не новая, ей уже 10 лет. Многие люди уже работают практически 10 лет, 9, 8, 6, 5. То есть для меня это тоже какой-то определенный успех, потому что эти люди появились в моей жизни именно здесь, на новой земле, на моей исторической родине. И мы не готовы к тому, чтобы расстаться, то есть мы наверняка будем продолжать работать дальше. Сегодня еще причина, по какой я снимаю это видео, здесь, потому что мы на одном из объектов, который по-своему значимый. Вот, это объект, который появился случайно, люди сами нас нашли, ну, ничего, пускай, это рабочий процесс, пускай будет шум. Люди сами нас нашли, потому что им понравились наши работы, ну, они смотрели картинки, конечно, картинки это одно в жизни, это еще что-то другое. Ну, вот я снимаю для чего, чтобы вы увидели, что то, что мы с ним показываем на картинках и в реальности, оно, это одно и то же, на самом деле. Это не фотошоп, это именно так оно и есть. Вот. Сегодня постараюсь рассказать больше о хорошем, так, чтобы просто... своего рода и реклама для нас, потому что, вообще, подбило меня на видео, это сегодня, вот, Лена, помощница, потому что мы говорили о том, что, мы говорили вообще о том, что люди к нам звонят и обращаются все время с какими-то просьбами, советов. Они звонят, спрашивают, и это уже стало настолько... Каждый день кто-то звонит, каждый день кто-то оставляет сообщение. Если бы мы собрали это все, то, наверное, уже надо, ну, в кучу, то, наверное, уже можно было бы собрать целый стадион людей, у которых есть к нам какой-то один-два или много вопросов, вот, поэтому мы подумали, что все-таки, наверное, уже стоит принять это как вызов, потому что я все время, я никогда не думал об этом, и, наверное, все-таки выступить перед людьми и поделиться с ними своим опытом. То есть, опытом дизайнера, потому что вопросы очень разные, как технические, так, как вы пришли, вот, как построить вот такую вот компанию. То есть, вот, в принципе, то, что я вижу очень много на интернете, люди рассказывают, как построить, там, успешный бизнес. Наш бизнес, он очень специфический, у нас никогда не было такого желания сделать что-то очень большую, очень большую компанию, чтобы просто была большая компания, там, мы больше были сосредоточены на успехе, на нашей, успехе нашей компании. То есть, успех, прежде всего, для нас это качество нашей работы. То есть, мы хотели видеть наши работы везде. Мы хотели работать в престижных местах. Мы хотели работать с крутыми клиентами, да, вот, как Дисней. Это для меня когда-то была мечта, которую я реализовал. Вот, но, когда реализуешь какую-то мечту, хочется идти дальше. Вот, поэтому были другие предложения, для таких же, ну, высоких клиентов, например, с которыми мы уже не захотели сотрудничать, потому что у нас были немножко другие планы. Но, опять же, сейчас мы возвращаемся к тому, что некоторые проекты, которые мы раньше отказывали, сейчас мы обратно не принимаем, потому что, уже пройдясь по разным, кажется, направлениям, мы, значит, полюбили некоторые направления больше, чем другие направления. Что не было, ну, говорится, так же самого, например, лет 10 тому назад. Некоторые вещи мы просто не хотели делать. Сейчас мы просто влюбились в них настолько, что мы уже не можем просто от этого отойти. Почему я об этом говорю? Потому что вот здесь я нахожусь в таком декоре из бетона, который за последние 10 лет стал немножко, как наша визитная карточка. Вот. Почему бетон? Вот, наверное, обо всем об этом я мог бы вам и рассказать, потому что, вот, чаще всего вы об этом и спрашиваете у меня, и рассказать при нашей встрече. Поэтому, наверное, мы организуем вот эту встречу, я еще не знаю, когда, наверное, через несколько месяцев, может быть, через месяц какую-то одну маленькую встречу мы организуем, найдем все-таки время для этого. У нас просто нет времени физически для этого. Вот. Много проектов, много за рубежом, в том числе, сейчас. Вот. И где я, наверное, на этой встрече, я смогу рассказать своими словами, словами непрофессионального оратора, рассказать о том, как мы к этому шли, поделиться опытом, поделиться позитивным опытом и негативным, потому что негативный опыт – это тоже очень позитивная штука, на самом деле. Без негативного опыта у вас никогда не будет успеха. Вот. Ну и самое главное, я думаю, в чем будет интересность нашего рассказа, потому что у нас нет табу. Мы можем рассказать о нас с самого первого сегмента до последнего. То есть это не будет, наверное, вот такой сухой рассказ, когда вот я только что с Леной мы общались, и мы говорили, что часто вот эти вот рецепты успеха частенько, да, мы тоже там посмотрели, прослушали, даже посетили кое-кого, это было очень интересно, выпадают какие-то фрагменты, очень важные, да, вот. Мы стали успешным, когда мы вот это вот сделали, да. А как вы дошли, чтобы вот это вот сделать? А расскажите, как это все начиналось? Вот, потому что начало очень важно. То есть почему люди делали это так? Почему это у них получалось или не получалось? То есть у нас нет вот этих вот фрагментов, которые непонятные, да, например, стартовый капитал, где люди взяли стартовый капитал. Как они его взяли? Как у них это получилось? Просто у многих людей этот стартовый капитал, возможно, пришел как-то случайно, да, либо они не хотят об этом говорить. Вот. Мы стартовый капитал, у нас его не было никогда. Мы строили его по ниточке, то есть у нас его в принципе и нет. Мы не такая компания, которая зависит от помещения, да, или от офиса, громадного офиса, который если там у нас забрать, то нас не станет. У нас наша инвестиция была все время в знания. То есть мы сюда вкладывали в ресурс творческий и в ресурс человеческий. То есть для меня была очень важна команда, и для меня было очень важно то, что мы умеем делать. И так, чтобы это нельзя было никуда забрать. То есть нам ничего не нужно. Нам не нужны трактора. Это все мы берем в аренду. Это все мы можем брать по факту работы. Но мы знаем одно, что мы можем сделать огромнейший объект. Мы можем построить город, да. Вот. И потому что у нас есть знания, каждый фрагмент, как он делается правильно. Вот. Ну вот, наверное, вот об этом и будет речь на нашей встрече. Я буду рассказывать, делиться с вами своим опытом, если мы, конечно, все-таки его решили сделать. Но, скорее всего, мы попробуем сделать, записать его. И это решит вопрос. Этот ролик будет, наверное, на интернете. Многие люди просто будут смотреть этот ролик. И, как говорится, уже не нужно будет им звонить, писать и пытаться выуживать какую-то информацию. Мы просто с вами с удовольствием поделимся этой информацией. А сейчас я хочу немножко показать вам то, что мы сделали здесь. Это ассоциация зоопарков, которые нас сами нашли, я уже сказал, и которые захотели с нами сотрудничать. Что интересного здесь? Здесь интересно то, что это маленький бюджет. Но мы нашли ту формулу, когда с маленьким бюджетом можно сделать все-таки что-то очень на приличном, на высоком уровне. Поэтому, ну, понятно, что это те же люди работают, что и для каких-то очень сложных объектов, поэтому они уже просто физически не умеют сделать плохо. Поэтому в этом тоже весь секрет. Но, например, вы видите, вот есть декорации, которые в объеме, они не слишком большие. То есть они занимают какую-то определенную площадь, но они не выпирают в объеме. И это, конечно, колоссально, существенно позволяет сэкономить бюджет заказчика, которые иногда, ну, сами не знают, что им лучше надо. Потому что иногда они думают, ну, надо, да, чтобы оно было такое все, вот, очень много объема, а это дорого. Но оно не всегда эффективно, потому что можно создать объем за счет достаточно плоских вещей. Так, как это делают с успехом люди, которые занимаются сценографией в театрах, да, у них никогда нет слишком много пространства, у них есть сцены. И они должны создать впечатление о глубины, там, Помпеи, там, пейзажи, то есть это все плоско, на счет таких ширм. Но ширмы должны быть сделаны профессионально и очень натуралистично. Вот здесь мы помогаем нашим клиентам. Мы очень серьезно работаем над этим постановкой. Первый, второй и третий план. Свет. Если это делать профессионально, так как мы стараемся всегда это делать, то можно достигать очень успешного результата, ну, не прибегая к каким-то большим затратам. Вот, что здесь и получилось.